Шалом, дорогие друзья! 15-го числа месяца Тишрея, в продолжении изученного касательно горести, который Всевышний посылает своему народу, Адмуразакен, продолжая 22-ю главу, говорит «Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, которому подвергает своего сына Отец, добрый, мудрый и справедливый». Разумному сыну не следует отворачиваться в обиде и убегать, спасаясь от отцовской руки. Даже искать кого-либо, кто заступился бы за него перед отцом, милосердным, справедливым и милостливым, не годится. В начале Аутребы не применяет эпитет «милосердный». Говоря об отце, ведь если отец бьет своего сына, то его, конечно, можно назвать добрым, справедливым и мудрым, но хасидом категорически нельзя назвать, так как хасид не бьет. Только в конце, когда кто-то заступился за сына перед отцом, и тот смилуется над ним и не накажет, только тогда сказано о нем хасид. Итак, мы видим, что разумный сын не побежит, спасаясь от отца, искать себе помощника и заступника. Ему надо, не отворачиваясь, признать право отцу отца и лицом к лицу с ним, глядя ему прямо в глаза и пробудив себе любовь к отцу, вытерпеть боль физического наказания, ибо тот заботится лишь о благе сына, готовя его к дальнейшей жизни. Ведь отец никогда не жевает ребенку зла, а отец небесный, так точно. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч.